Что такое было? Анекдот, за который меня однажды чуть было не выгнали из адвокатуры. Когда я в процессе, выступая в процессе защитником, всю свою защитительную речь свёл к анекдоту. Судят гражданина Иванова за самогоноварение. Судья к нему. Гражданин Иванов, у вас дома нашли самогонный аппарат? Да. Значит, вы варили самогон? Нет. Подождите. Вы не станете отрицать, что у вас дома был найден самогонный аппарат в рабочем состоянии? Да. Значит, вы варили самогон? Нет. Подождите. Вот в протоколе сказано, что у вас дома найден самогонный аппарат в рабочем состоянии и рядом бутылка свежей браги. Значит, вы варили самогон? Нет. Суд удаляется для выяснения приговора. Выходит, именем Российской Советской Федеративной Санкт-Петербургской Республики Иржанина Иванова за хранение самогонного аппарата и изготовление самогона приговорить к 8 годам лишения свобод. Вот он тянет руку. Что вы хотите сказать? Граждане представители, тогда еще за изнасилование для меня добавьте. Как, вы кого-то изнасиловали? Нет, но аппарат же у меня есть. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, беседовал недавно с коллегой, с вашим. Мы говорим с вами сейчас не как с политиком, а как с юристом. Поэтому с вашим коллегой, с Анатолием Григорьевичем Кучеряном. Он сказал, что адвокат не имеет права отказывать никакому человеку в защите, если он обращается к нему с его профессиональной помощью. Я знаю, что вы, Васильевич, в начале вашей карьеры, вы рассказывали как-то об этом, категорически отказывались рассматривать дела убийц и насильников. Ну, во-первых, я должен уточнить, наверное, мы не совсем правильно Толю цитируете, адвокат не вправе отказывать по уголовным делам, по гражданским вправе отказывать. Да, действительно, я действовал не совсем профессионально. Я никогда не брался за дела лиц, которых обвиняли в убийстве и в изнасиловании. В те времена, когда я вел уголовные дела, это было очень давно. Ну, в советских временах, да, не было терроризма, то есть таких вещей не было. По делам об измене Родине, о шпионаже, нужно было иметь допуск к КГБ, у меня его не было, поэтому эти дела так и так мимо меня проходили. Вот, я действительно не вел из того, с чем обращались, изнасилование и убийство, исходя из очень нескромных соображений. Я был достаточно успешным адвокатом и выигрывал много процессов, скажем так. Я, в общем, боялся, что благодаря моему профессионализму на свободу может выйти человек, который действительно убил или действительно изнасиловал. То есть вы не были уверены в своих качествах? Адвокат никогда не должен интересоваться, что было на самом деле. Это непрофессионально для адвоката выяснять, что было на самом деле. Он должен только защищать. А когда ты только защищаешь, то человек говорит, я не убивал. Ты берешься его защищать. Ты добился своего, следствие проведено было неправильно, с ошибками, ты добился того своего, он вышел на свободу, он оправдан, и он опять убивает. Ты себе это простишь? Задал я себе вопрос. А ровно так же, как я не вел из гражданских дел, дела об установлении места жительства ребенка. То есть с кем с отцом или с мамой будет проживать ребенок. Потому что я не хотел участвовать в определении судьбы человека. Я не знал, с кем лучше, с папой или с мамой. И поэтому я не вел эту категорию дел. Когда делили деньги, наследство, имущество, когда супруги разводились. То есть, как сейчас говорят, речь о бабках – это пожалуйста. Ваша тема. Да, это пожалуйста. Ну и, кстати, по гражданским делам я довольно часто отказывался участвовать в деле, если мне казалось, что с морально-этической точки зрения обратившийся ко мне человек неправ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!